Девушки отдыхают 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 вот эти языки они должны молиться на этих языках почему и какая связь с написанием которое сделал язычник никакого но вот это пришло им не им а кто-то им подсунул эту занозу и они и теперь когда мозги гниют они начинают это распространять на всех по-другому я не могу выразиться никак нормальный человек никак не может придумать такое на почему не на этих языках разговаривать она дома со всеми писать книги учить детей только три языка остальные не нужно можно поставить вопросы как националисты делает хоть одно слово скажешь на своем родном языке значит то это будет тебе и далее но было время и такое когда перевод святого иеронима стридонском и святой жаром называет его вульгата на латинском языке теперь общепринятые у католиков был встречен штыки церковики считали кощунством святой евангелия всесвятого бога переводить на язык понятный тем людям кому была эта весть даже от не верится как-то пришлось мне немного сказать а там мусульмане были и мам у них это старше там була и они это запомнили я выхожу они стоят тут полу тебе меня подзывает все пальчиком ну подойди сюда голубчик вот это да думаю я подошел они а вы на каком языке карат считали на русском нельзя надо на арабском до кого же никто арабский то не знает и вы его не знаете а это арабист переводил кричковский я сядю зайди чуть ли не налоги от сталинской ленинской премии но если я не имею перевода но в мозгах то я должен перевод это делать что мне это было понятно и стоящего рядом переводить я не могу на арабском силу не знаете так почему я должен доверять этот перевод каждому а не тому кто знает и специалист в этом вот милар стура был журналист такой и он где-то там в бразилии был с одним близко на охоте он говорит а ты как считаешь я кто по национальность он как-то испанец у них в советском посольстве работает но знать что он такой уже да нет говорит я работаю советском посольстве я русский я коммунист коммунист у нас отшатнулся от него да как как же так вы можете знать язык наши и прочее засмеялся его вот переводчики которые лично были у брежнева другие потому других представителей высокого высокой власти то у них переводчики были которых никто не мог отличить что он другой национальности в этой области сделать слово божие доступным для масс народа язычники иногда были более разумными чем священники вот для чего нужна была пятидесятница и он скажет а события события все как-то одно напротив другого стоит серахов говорит напротив зла добро некоторых ходили какие-то занятия кришнаитов узнали что есть сатанизм и оттуда раз сатана значит есть бог и пришли к богу есть огонь вода и благословение проклятие свет тьма но все есть где-то напротив вот как-то вот здесь точно так же языках свет и истина и ложь так когда главный библиотекар царя птоломея филадельфа 2 египетского димитрий фаларей на основе поста и молитвы всего израиля с участием 72 переводчиков по 6 от каждого из 12 колен сделал доступной божию мудрость слово господа для всей вселенной и для нас переводясь еврейского вообще-то доступный язык того времени греческий то что он сделал для нас православных что перевод библии на церковнославянский был сделан именно с этого перевода семидесяти толковников септуагинта называется 70 септуагинта а кто это сделал то но царствующий над египтом птоломей филадельф 2 и прозвище было дмитрий фаларей хотя то что сегодня называют кирилловым переводом это ревнители церковнославянского языка есть в действительности десятки расправленные русифицированный перевод с кириллова у меня библия потеряевки есть она при дочери петра первого там 1800 первые годы где-то начало вот и написано русифицированный то есть еще некоторые слова многое заменялось так что кириллов какой был мы никто и не знаем видимо не сохранилось и экземпляра ни одного приверженцы тайны языка непонятности богослужения хотя и не могут перевести ни одной страницы с церковнославянского даже много раз слышанное но привыкли слушать мелодичные приятные салтырь если его то у нас и а вот три гласная потому и знали меня брат всегда был а а ким а оказалось вырос когда а ким а документы дали в семинаре и о киевую не сходится он много времени потратил пока вывернул на и о киев почему ну правильно потому что так а понятное готовы сжечь люто презирают и ненавидят перевод на русском и всегда ссылается на то что кириллом и поди были святые а перевод библии на русский язык делали простые грешные не канонизированные люди но все кто не знает синодальный перевод переводила 4 духовных академии присутственных дней в синоде священном синоде было три и один из них посвящался проверке поступающих частей перевода кроме того переводчики двое канонизированы как кирилла мефодия так и здесь митрополит филарет и архимандрит макарий глухарев трудившийся на алтай у нас они были святые действительно так но любому даже не специалисту ясно что перевод на родной язык сделать легче нежели на чужой язык кириллу мефодия славянский язык был неродной на русский же язык перевод делали 4 духовной академии русские под строжайшим контролем синода правительству еще и митрополита филарета святыми же признают и канонизируют люди и только после смерти сколько было святых среди переводчиков на русский язык синодального перевода 1876 года легко запомнить 1876 подряд уменьшается цифры знает только бог любая канонизация это обратная сторона заповеди не судите никак прежде времени в день когда по благовествованию моему бог будет судить тайные дела человеков через иисуса христа ибо иначе как богу судить мир посему не судите никак прежде времени пока не придет господь который и осветит скрытая во мраке и обнаружит сердечное намерение и тогда каждому будет похвала от бога римлянам 2 16 3 6 1 коринфянам 4 5 канонизация любая кроме мучеников за христа есть претензии на восхищение суда божия если на суде христа бога нашего будет две стороны слева справа матфея 25 глава то почему же стали только одну сторону прежде времени определять кто будет справа католики канонизирует своих старообрядцы своих и друг у друга их святых никто и не признает значит в действительности никто и не видел этих святых на небе никому бог прежде суда своего и не открыл того а остальное просто от тщеславия и предвосхищения суда божия христос говорил с иудейским народом на их родном разговорном языке у православных старообрядцев храмах слова божия под четырьмя панцирями под замками первое считает в самой отдаленной части храма вдали от народа народа не выходят из алтаря не выходят когда считается второе речитативом нараспев пение же даже знакомого текста непонятно третье на непонятном мертвом церковно славянском языке четвертое спиной к народу все что только можно было сделать чтобы сделать пришедших неверующими чтобы слово боже не проникло в сердца их превратить хлеб в камень непонятности сделали все так легко прийти к мысли да сам ли смертный человек так все измыслил чтобы самую радостную весть скрыть под такую броню от грешников ради которых и пришел избавитель на землю современных современные книжники фарисеи лицемеры под страхом херема то есть она прям и церковного отлучения блюдут тьму невежества им выгодно питаться грехами народа чтобы никто не проник в их кастовую тайну в учение и тогда они легко выдают себя за охранителей и блестителей тайны спасения и к ним и только к ним одним и будут всегда обращаться с вопросами в поисках пути спасения авторитет личности оракула это и есть тот базис на котором восядет всемирный антихрист авторитет самости считаем из жития святого кирилла и мефодия это за 11 мая на каждый месяц одна книга димитрия ростовского 12 книг страница 362 за месяц май 11 числа кирилл персидское имя это кирилл неславянская персидское переводится солнце через них для нас воистину воссияла солнца правда солнца любви всесвятой троицы кавычки открыты пойду к славянам если только они имеют буквы на своем языке а без азбуки без записи то все равно что записывать беседу на воде так ответил константин это кирилл философ царю михаилу 862 год и вот как отреагировали на святую русскую пятидесятницу на перевод кирилла для славянских народов епископы страница 366 первая строка сверху немецкие латинские священники и монахи накинулись на константина как ворона на сокола сторонники трехязыковой ереси он же отвечал им как же вы не стыдитесь думать что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими я привожу места писать вернее там приводится восклицайте господу вся земля торжествуйте веселитесь и пойте псалом 97 4 вся земля да поклонится тебе и поет тебе да поет имени твоему вышний псалом 65 4 116 1 156 стих а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими иоанн 1 12 не они же только молю но я верующих в меня по слову их иоанна 17 20 21 и приблизившись иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле итак идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века аминь матфеев 28 18 20 и как учить если люди не будут понимать и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет уверовавшие будут сопровождать сии знамения имени мои будут изгонять бесов будут говорить новыми языками горе вам книжники и фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете матфея 23 13 желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали его пророчествующий превосходнее того кто говорит языками разве он притом будет и изъяснять чтобы церковь получила назидание 1 коринфян 14 5 и всякий язык исповедовал бы чтобы господь иисус христос славу бога отца филиппийцев 211 эти места обычно места писания я везде делаю добавляю здесь это все взято прямо из книги это редкое житие где так много ну правда тут на церковно-славянского русских написано было взято из священного писания на этом все будем молиться я отодвину тут дальше сейчас я переведу чтобы она мне не улетела непонятно вечером если молиться будем я легко найду закладочку сделаем все вот 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 господи владико живота мои вот они считаются все до следующего года а земные поклоны можно делать до вечера сегодня вечерние земные поклоны когда все земные и на этом до после недели пойдет после троицы все что вот к смотрите это интересно перед великим постом 7 недель масленица сплошная среды пятницы не соблюдается только мяса нету и также 7 недель после пасхи 7 недель пасха христова 7 недель пройдет и сплошная неделя и начинается петров пост легко высчитать 7 недель пасха ранее значит рано начнется петров пост она заканчивается всегда одинаково 12 июля если там столб закопаны 12 июля а этот рано или поздно поэтому пост петров это единственный пост который делает коротенький или длинный меньше восьми дней он не бывает и больше шести недель не бывает за молитвы святых отец наше господи иисусе христе сыне божий помилуй нас они слава тебе божий наш слава тебе всяческих ради слава тебе божий наш слава тебе всяческих ради слава тебе божий наш слава тебе всяческих ради Боже, очисти мне грешу века, не кори же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзу стамой недостойной, воспалю имя Твое Святой Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Царю Небесный, Утешителю Души Истинные, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очисти мне от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Боже, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущий, не дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть Царство, Силы и Слава вовеки, аминь. Оставши от сна припаданки блажь, ангельскую песню пейте сильной, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отодраясь сна, возли вместе, Господи, умы, просвети и сердце, и снимай отверзи, воежья печень и святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому гирает Твоя благость и благотерпение, не прогнился на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконией моими, но человек полюбствовал, если я обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня, если твое же утреннее слово словите, державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мое още мысленное, отверзи мое уста, повыщайте со слови всем Твоим, и разумите заповедь Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебе исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему, приидите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 101 Псалом Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда вас зову к Тебе, скоро услышь меня, 102 Псалом, ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои обожжены как головня, 103 Псалом, ибо сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой, 103 Псалом, ибо голос остинания моего кости мои приткнули к плоти моей, 104 Я упадал с апеликану в пустыне, я стал как фили на развалинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле, 105 Всякий день поносит меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною, 105 Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от гнева Твоего и негодования Твоего, 10 Ибо Ты вознес меня и низверг меня, дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава, 10 Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот, ты восстанешь, умилосердишь над Ционом, 11 Ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили камни его, и о прахе его жалеют, 12 Ибо боятся народы имени Господни, и все цари земны славой Твоей, 13 Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей, 14 Призрит на молитву беспомощных, и не призрит молений их, 15 Напишется о семь для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, 15 Ибо он, проникнув со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, 16 Чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на сегодня имя Господне, 16 И хвалу его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу, 17 Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои, и я сказал, Боже мой, не восхить меня в половине дней моих, 17 Твои лица в роды родов? Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. 18 Они погибнут, а ты прибудешь, и все не как лица обвешают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. 19 Но ты – тот же, и лица твоя не кончится. Сыны рабов твоих будут жить, и семь их утвердится перед лицом твоим. 20 Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. 21 Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. 22 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. 23 Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью щедротами. 24 Насыщает благами желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. 25 Господь творит правду, и суд всем обиженным. 25 Он показал пути своему Моисею, сынам Израилю, дела свои. 26 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 27 Не до конца гневается, и не вовек негодует. 28 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. 28 Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. 29 Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. 30 Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. 31 Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. 31 Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. 32 Пройдет над ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. 33 Милость же Господня от века, и до века к боящимся Его. 34 И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. 35 Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. 36 Благосетью Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, 36 Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его. 37 Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. 38 Благослови душа моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. 39 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 40 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 40 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 41 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 41 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый, и с милостью Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей многой любви сошел на землю и воплочился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то то не будет благодатью и даром, но более делом. Ей в немногих щедротах и неизлеченной милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти в веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера вместо дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня, но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт меня от Твоих руки оградой, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потруиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступить меня за него сдержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня себе и преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедного душа и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, зачти мне настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил мне страхи своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Пресвятая Ладыщица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгонятыми смиренными несчастными урабатывая его, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверной, лукавой и хульной помощи заклянного сердца и помраченного ума моего, и погаси твои мои страстей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и поумыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые водники Божии, Игнатий Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвиком о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, жилотворящего креста Господень, оставь у нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроса, Вадима Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора и весь священнический, иношеский чин. И нам, давящим священника, если угодно тебе. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними есть ты, царь царствующих и Господь господствующий. Дабы издавали мудрые законы, сохранив от покушения на них. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И нас мы учи ценить это мирное время. Всякий мятеж, смуту уничтожь все. Аллилуйя. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Сиропимова, Алексея, Иосифа, Романа, прежде добрых жителей здесь мы, и сохрани школу. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитича, Никитаре Сергея Севастьяна, Людмилу, Нину, Алеккину. И расширь пределы общей, найди новая душа, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадо и Холинский, Алексея, Валентина, Надежда, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, обрати их всех, Господи. Александра, 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 избавив от всякого заблуждения, сохранив православные веры. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, всех, с кем вы познакомились, кому возвестили слово истины твоей. Аллилуйя. Возври, Господи, на врагов наших, укроти их ярость, закрой их лживые уста, дабы истина твоя не поносилась. И в судный день, невмени во грех это безумие, благослови благодетели наших, воздаем добром Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимирова. Аллилуйя. Посети болящих, дай силу все перенести, пошли мы исцеление. Господи Божий наш, слава Тебе. Болящего Сергея, Алексея, Александра, Александра, Александру, Анну, Фаину, Игоря, Василия, Калерия, Акелину, Марию, Валентину. Ты всех и знаешь, Господи Божий, пошли мы исцеление Твое. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Это наше сокровище, сайты и формы, все, что здесь есть, сохрани для многих людей и трудящихся, Игоря, Игоря, Дмитрий Реперин, иди наше. Обрати истинной вере Тимофея, Тимофея, Мартина. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих, Араисов, два отступников, Николая, Михаила и всех, кто их знаешь, не дай ему погибнуть в ожестощении сердца. Да припомнится их добрые дела к Тебе, Господи, Боже наш. И на них все наше расслови, дайте Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, защиты местности, и это мы чужие не могли и приблизиться к Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Вочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию на родном русском языке и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Как Ты в пути нас сохраняла, покрывая опором любви. Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил душу мою в этой ночи, спасая от опасности видимых и невидимых, угрожавших жизни моей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мою по мытарствам. И введя на веки вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мирликийский щедотворец, моли Бога о нас, да умягчатся в сердца и противников наших. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездранием и Амос, Наум, Исайя и Еремея, Варух, Изыкииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрак и Просвит, Михей, Авраам, Исаак и Яков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода Того нашего отшествия не заставлась не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирурвимы и серапимы, вся небесная сила престолу Божию предстоящая, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, рука и Иоанн, да дарует Господь жажду и следовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарп, Смирский, Иустин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стартеалат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, дабы никто не принял очертания зверя, Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру, и старше родителей за ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Сергий Радоневский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филаретов, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли ретяков развей из пепели и спаси многие души, увлекшиеся заблуждением беззаконных, Дафана, Верона и Корея, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомученица, Патина, Самарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуйя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника и Юния, Киприяна Устина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь не покорилась Галина, Семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марина и Юлия, Людмила, Галина и Анна, Прими нашу молитву и воздеяние рук, Как жертву вечернее благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Услыши, Боже всемогущий, молитву всех, Молящихся о нас во благо нам и исполни, И прими, Боже, нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, владыка, Слушай и дослышит раб Твой. Аллилуйя! Доброе утро всем! Дальше мы утром составляем видеоролик, Событие дня. Это у нас часовой ролик. Кроме того, каждый день мы еще два составляем по полчаса. Пока братья не уехали, Я могу в понедельник уже остаться один. Ну, поэтому, помолиться надо, чтобы у меня все было хорошо. Я не слышу. Всем наказываю, чтобы звонили вовремя. Записи молитвы вообще уже не будет тогда, Потому что я буду один, и просто неудобно. Поэтому сегодня у нас вечером уже земные поклоны не делаются. Я не знаю, вчера почему у Сергея не было вечерней молитвы. Мы опять собрались, никого не было. Что-то или забыл, или что-то не состыковались. Я же перепоручил, а он мне написал, чтобы не успевали. А я работаю. Ну, вот так. Ну, и вечером сегодня молитва. Завтра вечерней не будет, потому что будем в церкви. Будет считаться на русском языке, на русском. Деяния апостолов. Мы постараемся записать все, что, как у нас идет, без батюшки. Он приедет только в понедельник утром. Он проводит пасхальное богослужение, так принято, в Потеряевке. Там тоже постараются записать. Интересно, на Пасху у нас находятся все фотокорреспонденты, очень известные. И просят, ну, проехать никак нельзя. РИА Новости, знаете, Российское информационное агентство. И вот, Бог так делает. Ну, ничего особенного у нас нет. А снимки занимают первое место. Так это по России. Обыкновенные снимки, кажется. Почему? На сердце людям это ложится. И вот выпускают какие-то там брошюры или что-то бывает так на развороте, снаружи, корочки. Вот о крещении там Игнатий Душииновый гумен выпустил по благословению патриарха брошюра. А фотография взята наша. Как у нас батюшка в воде. Это безруков фотографию сделал. Там Сергей Попот, как раз который ведет занятия, он стоит. Выбирает именно наши фотографии. Во-первых, очень хорошо сделано. А во-вторых, они наполнены, насыщены буквально смыслом. И вот какие-то разные там темы, как будто я просто попутно сказать. Людям-то это открывается. Не каждый может это сказать. Ну, а как это? Это искусственно нельзя сделать. Вот я хочу. Ну, мало ли что. У нас был губернатор Десиддакимов, Михаил Сергеевич. И он в автокатастрофе погиб. Ну, мало ли где погибает. Кого-то стреляют в аварии. Ну, что, президент ко всем ездит. А тут президент Путин, Владимир Владимирович, прилетел сюда его хоронить. Они близкие были. Это известное лицо. Сатирик такой был. Вот. Я, начиная, когда об одном говорить, то показываю и на другое. Значимость и человека, и события. И вот он умер, когда. О нем решили составить фильм. Где он был. Там берут. Я не знаю, не смотрел его этот фильм. Ну, долго они его составляли. Притом очень известные режиссеры. А режиссеры тоже много, значит, как. Они фильм поставили. Ни один человек не знает. Кого не спрошу, никто не знает. А какое место занял? Да никакое. Его даже не взяли на рассмотрение. А почему? Губернатор, сатирик, друг президента. Ничего нету. Вот. Понимаете как? Есть такое выражение у Иоанна Златоуста. Слава. Слава человеческая. Имеет интересное свойство. Говорит. Кто гонится за ней? На, обо мне. Обо мне. Скажите. Слава убегает и ничего не будет. Это такая капризная девица. А вот если ты от нее убегаешь, она за тобой гонится. И она тебя догонит. Мне сейчас скажут, что хвалитесь. Так ведь есть чем хвалиться-то. Благодатью Божией. Мне пришлось участвовать в документальных фильмах. В четырех фильмах. И один фильм. Вот. На нашем сайте, кто посмотрите. Называется «Пречувствие». Режиссер Кузнецов Владимир. Вот. Они этот фильм, документальный, они должны быть не больше 45 минут. Ну и там достаточное место пришлось занять мне. Так он просился долго. Там я не принимал их. И потом батюшка звонил. Я не знал даже, что такое. Я разве артист какой-то. И когда это международный киноконкурс был, документальных фильмов о православии. Видите, это такая просто ступень, графа, куда чужих не пускали. Золотой Витязь награда была. Он когда прилетел туда, уже конкурс кончился. Уже награды распределили. Первое, второе, третье место. Ну он говорит, я такую даль летел, там начал говорить. Ну хотя посмотрите. Мы же старались, сделали-то. Ну смотри, не смотри, но места-то уже нету. Ни первого, ни второго, третьего. А ценится три. Когда они посмотрели, то все единодушно отдали этому фильму первое место. А который первое на второе, который на втором на третье. А на третьем вообще ничего не дали. Почему? А ведь там были профессора в ГИКа, три епископа православных. Вот я это говорю и для тех, которые к нам не расположены люди. Ну почему? Мы знать еще не знаем. И фильм этот раскатился, говорит, по всем пяти континентам. Ну первое место. Ну что-то говорит. И этот режиссер вдруг прилетает опять в Потеряевку. Я говорю, а вы зачем? А фильм снимать? Так вы уже снимали. Ну мы не все сняли. Там много осталось за кадром. А 45 минут. Теперь они лично весь фильм посвятили мне. Называется «Златоус из Потеряевки». Ну что вы возьмете-то, ничего нету. Я, ну, работаю и все. А они за мной, аппаратура тогда огромная, такие были бобины. Это не на видео снимать. И целый коллектив снимает. И фильм этот занимает. Он для своей страны был первое место в РСФСР. Это еще при советской власти. При советской власти. И когда в первом фильме здесь была презентация, называют, главный кинотеатр «Мир». Большой. И там была Юдина Зоя Павловна, директор. И она рассказывала, говорит, ну тут режиссера вызвали на сцену. Я вышел. Меня вытащили туда, говорится, эту немощь. И кто там хотел сказать, такие известные люди, они выступали, нам вопросы задавали. Она говорит, я в зале сидела, говорит, с мужем. У меня, говорит, зубы чакали от страха. Что там говорили о советской власти, о Ленине? У директора. У директора зубы чакали. Это сегодня он нормально, нормально. Нормально это не то. Я недавно только тогда освободился. Все было рядом. Я в 87-м только освободился, как диссидент, узник совести. Вот видите, как Бог делает. Какой-то в Москве конкурс объявили. Писать там о знаменитых людях. И один берется писать обо мне. А что писать-то? Ну я ему сказал Попов, Ваня. Ну ему отец помогал. Он и сам составляет там много, и поет, и все. И снова в Москве там 300 с лишним было претендентов. Фильм занимает первое место. Вот даже интересно вот все это. Кто-то старается, а мне разницы нет. Первое, второе. Я ни копейки нигде не получал. Мне некогда об этом думать. Но первое это место. Ну это что-то говорит то. Это от Бога, потому что. От Бога. И вот приезжает корреспондент, пишет о Потеряевке. И кто? Галенко Влад. Он много раз у нас бывал. И пишет, и помещает буквально в их центральный орган от милиции. Это милиция охрана. Журнал называется «Первый номер». Какой, я не знаю, год там. И опять первое место занимает Останкинская там компания присваила первое место. И поэтому мы о чем говорим, вот это вот, этого нигде нету. Если вот вы пришли, а всего сегодня, кроме меня и Сергея, трое, три человека. Всего три. Вот молитва, это не просто молитва. Моя мама имела 12 детей у нас было. Ну 10 живых. Яра говорила нам, говорит, трудное дело молиться, да с детьми водиться. Она говорила не с детьми, а с детьми. Трудное дело. И вот сколько у нас? 40 раз мы собирались молиться. Вот так открыто мы сделали, стены раздвинули. Нас теперь в интернете видно. И не могли собрать. Я ставил условие. Следующее, чтобы человека по 4 привели. Ничего не получилось. Или пояс не тот временной. То еще что-то. Но нету. Нету. Больше семи не набирали. Значит, действительно трудно. Вечернее занятие. Утреннее, но тут побольше. Побольше. Вот возьмите. Популярность-то какая? Молитвы ставим где-то? 100 человек, 200. Никита вчера... О Никите тут сняли немножко ролик. Он с Володей печь чистили. Он на крыше. Я даже не знаю. Вот сейчас попутно гляну, чтобы не ошибиться. Это еще нету суток. Нету суток. Так вот, посмотри. Сколько Никиту посетили? Сейчас, подожди. Сколько? 748. А утренняя молитва 25 человек. Это вчерашняя. 25. Понятно, занятия в Потеряевке. Интересные такие занятия. 29. И вдруг Никита 748. Тут интересно. Второй линия канал. Я не смотрю, а Малахов там выступает. И говорит, что изнасиловал девчонку учитель. Да тема-то такая. Говорит.